Праздничный день Праздничный день Праздничный день Выдающихся наших коллег, которые будут модераторами наших мероприятий. И я очень рад, что сегодня здесь Ирина Федоровна Попова, значит, директор института РАН, куда в свое время были переданы, в том числе и рукописи Казанского, тогда еще императорского университета, когда из наших стен перешел восточный разряд. Востоковедение в России, как вы знаете, берет свои истоки именно из Казани в начале 19 века, когда в Казанском императорском университете, втором старейшем университете после нашего ведущего Московского государственного университета, впервые в России была создана школа Востоковедения. С тех пор это направление является одним из основополагающих в деятельности нашего университета. В 1937 году в Казанском университете была основана кафедра китайской словесности. Должен сказать, что эта кафедра была первой в России и вторая в Европе. Возглавляли ее специалисты-исследователи китайского языка и культуры, имеющие большой практический опыт в этой области. Китайская народная республика является сегодня, как вы знаете, стратегически важным партнером как для нашей страны, соответственно, и для нашего Казанского университета. Достаточно большое количество сегодня бизнеса представлено китайского в Татарстане и в Привовском федеральном округе. Поэтому мы этому очень рады. А как университет мы чтим и гордимся сотрудничеством прежде всего с университетами и научными центрами Китая. Одним из старейших партнеров Казанского университета является, как вы знаете, наверное, многие хунянские педагогические университеты, соглашение об учебном, научном и культурном сотрудничестве, с которым было подписано еще в 1990 году. То есть еще когда мы жили в большой стране, которая называлась Советским Союзом. И при содействии руководства и генеральной канцелярии по распространению китайского языка в мире, а также при поддержке хунянского педагогического университета в 2007 году Казанском университете на базе Института Востоковедения. Ныне это достаточно большой уже институт международных отношений истории и Востоковедения был открыт Институт Конфуции. Это ознаменовало собой новый важный этап в развитии китайведения в Казани, а не только в нашем университете, поскольку на сегодняшний день китайский язык сегодня у нас изучает в школах и набережных Челнах, где у нас есть фериал, и в Елабуге, где мы также имеем свои структурные подразделения. Поэтому это очень важная составляющая в нашей жизни. Как вы помните, открытие Института Конфуции тогда было приурочено к визиту в Казанский университет главы Китайской Народной Республики и господина Ху Центала. Сегодня в университете, благодаря деятельности Института международных отношений, истории и Востоковедения, китайский язык изучает более тысячи человек. И это число неуклонно растет с каждым годом, поскольку и интеграционные процессы с Китайской Народной Республики у нас тоже интенсифицируются не только с каждым годом, но и с каждым месяцем. Об этом же свидетельствует и о встрече наших лидеров на разных площадках и те принятые решения, которые реализуются как в Китайской Народной Республике, так и на территории Российской Федерации. Я думаю, многие вопросы, я вот ознакомился с тематикой секционных мероприятий в рамках проводимой нашей конференции, они будут посвящены разным темам, и политическим, и экономическим, и культурологическим, поскольку все эти составляющие, они необходимы для понимания взаимного сотрудничества, для понимания друг друга. На базе Института международных отношений истории Востоковедения проводятся различные образы научных исследований в области изучения китайского языка, культуры. Сегодня, как я уже сказал, и сегмент экономики, и политологии начинают быть задействованы. У нас обучается более 700 студентов из Китая, ежегодно их число, вот благодаря поддержке и генерального консула, и посольства, растет. Мы ценим наше партнерство и верим в наше дальнейшее сотрудничество. Я рад поздравить всех сегодня присутствующих с торжественным открытием конференции. Значит, на площадке нашего, как я уже говорил, императорского зала, вот в этом зале мы проводим только торжественные мероприятия с этой трибуны, куда я еще не поднялся, побоявшись этого, значит, выступают у нас лидеры государств, нобелевские лауреаты, выдающиеся ученые различных стран, и в этом зале обычно вручаются только дипломы особо одаренным нашим студентам. И в этом же зале проходила стачка студентов с участием Владимира Ильича Ленина, тогда еще Ульянова, нашего студента. Значит, и что, конечно же, тоже привело к тому, что этот зал, он стал, ну, таким исторически сохраненным, поскольку, если вы вот многие, кто первый раз посещает, посмотрите, здесь даже кресло и истории совершенно разные. Он, поскольку, мемориален, да, и вот как в то время было, мы его таким образом попытались сохранить. Я еще раз этим самым хотел подчеркнуть торжественность нашей сегодняшней встречи. И я всем, конечно, хочу пожелать успехов, плодотворной работы нашей конференции, а самое главное, побольше контактов на площадке конференции, и не просто краткосрочных контактов, но я бы хотел, чтобы эти контакты стали достаточно длительными, как минимум такими же, как отношения наши с Хунянским университетом, которым уже более, как вы видите, 20 лет. Сейчас позвольте мне дать слово Генеральному консулу Китайской Народной Республики в городе Казани, господину Монсиняне, нашему хорошему другу и человеку, который помогает нам ориентироваться во всех этих событиях. Спасибо. Можете с трибуны, чтобы... АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый ректор Казанского федерального университета Ильишат Равкадович Гафуров, Уважаемый директор Института Восточных рукописей Российской Академии наук Ирина Федоровна Попова, Уважаемые присутствующие ученые и специалисты, Уважаемые коллеги, дамы и господа, добрый день. Прежде всего, разрешите мне от имени Генерального консульства Китая в Казани выразить искреннюю благодарность Казанскому федеральному университету за приглашение на участие в 10-й международной научно-практической конференции «Россия, Китай. История и культура» в этом известном императорском сале. В последние дни в Китае праздники. С 1 по 8 октября в Китае отмечается День образования Китайской Народной Республики и праздник середины осени. Пользуясь случаем, поздравляю всех соотечественников, присутствующих на конференции, с праздником. За 68 лет создания образования Китайской Народной Республики китайский народ под руководством Компартии Китая, исходя из реалия своей страны, движется по пути социализма с китайской спецификой, добився небывалых достижений строительства в истории человечества. Общий объем ВВП увеличился с 19 миллиардов долларов в 1949 году до 11 триллиона долларов в 2016 году. А ВВП на душу населения – со 100 долларов до 8 тысяч долларов. Китай, как вторая крупнейшая экономика, втрое крупнейшие инвесторы и крупнейшие производители товаров всего мира, занимает первое место по товарообороту и валютным резервам. Среди всех стран мира является крупнейшим рынком туризма в мире. Доля Китая в росте мировой экономики составляет 31,6%, что превышает долю всех развитых стран вместе взятых. Китай по праву считается локомотивом мировой экономики, вносит весомый вклад в мир и развитие всего мира. В этом году иностранные учащиеся в Китае провели интересное грасование, в результате чего были выявлены четыре новых китайских изобретения. Первое – высокоскоростная железная дорога. Второе – интернет-торговля. Третье – электронные протяжи Alipay. Четвертое – велосипеды общего пользования. Весокоскоростная железная дорога представляет собой самые высокие уровни технологий по производству оборудования в Китае. Скорость которой составляет 350 км в час. На высокоскоростной железной дороге из Пекина в Шанхай можно добраться лишь не больше 4,5 часа. Общая протяженность высокоскоростной железной дороги Китая, сданной в эксплуатацию, достигла 22 тысяч километров, что занимает 65% общей длины высокоскоростных железных дорог всего мира. Интернет-торговля, электронные протяжи Alipay и велосипеды общего пользования в Китае динамично развиваются и незаметно меняют модели потребления и образ жизни китайцев. Все больше и больше китайцев носят с собой только мобильные телефоны, отказавшись от кошельников. Новые четыре изображения Китая являются символом стремительного развития Китая, дают новые стимулы для роста экономики Китая. Через 13 дней 19-й съезд коммунистической партии Китая состоится в Пекине, в ходе которого будут приняты новые решения стратегии дальнейшего развития Китая. Я надеюсь, что все присутствующие ученые и специалисты уделяли пристальное внимание на данные съезды. В настоящее время китайско-российские отношения всестороннего стратегического партнерства на основе взаимного доверия, уважения и взаимовыгодного сотрудничества достигли небоевального уровня за историю двусторонних отношений. За последние четыре года председатель КНР Си Цзиньпин шесть раз посещал Россию и провел 24 официальные встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Тем самым создал новый рекорд встреч между высшими руководителями разных стран. Под патронажем высших руководителей двух стран китайско-российские отношения, следуя принципу неприсоединения к блокам, непротивосостояния и ненаправленности против трех стран постоянно поднимаются на новую ступень. Обе страны преследуют взаимное уважение, взаимную поддержку, взаимовыгодное сотрудничество и совместное развитие. Китайско-российские отношения являются успешной практикой открытия новой модели между государственных отношений на основе сотрудничества и совместного выигрыша. Тем самым создали яркий пример развития взаимных отношений между соседними странами, великими державами и новыми экономическими государствами. В мае сего года президент России Владимир Путин, как самый важный гость, принял участие в Пекине в международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь» и дал высокую оценку инициативе «Один пояс, один путь» в своем выставлении. Владимир Путин рассматривает эту инициативу как важную площадку для угробления практического сотрудничества между Китаем и Россией и развития евро-азиатского региона. Вынши руководители двух стран вновь отметили важность и необходимость сопричь «Один пояс, один путь» и «Евро-азиатский экономический союз». Все стратегии, мероприятия и взаимодействия двух стран в рамках инициативы «Один пояс, один путь» привлекают повышенное внимание мирового сообщества. Китай постоянно отмечает инициативу «Один пояс, один путь» не соло-программа Китая, а симфония с участием всех стран, находящихся вдоль шокового пути, предоставляет международному сообществу важные публичные продукты. Инициатива «Один пояс, один путь», отталкиваясь от взаимосвязанности, упирается на экономическое сотрудничество, в особенности развитие инструктуры. Россия, как евроазиатская держава, имеет важное влияние в данном регионе, служит важными узлами в реализации инициативы «Один пояс, один путь» и спряжения строительства Евроазиатского экономического союза. Мы надеемся, что важный проект высокоскоростной железной дороги Москва-Казан будет реализован как можно быстрее. Важные проекты стратегического значения создают прочный фундамент для сопряжения одного пояса, одного пути и ЕАЭС. Учреждение Генерального консульства Китая в Казани является важным вопрощением угробления китайско-российского всестровного стратегического партнерства, востребует реальную потребность сопряжения одного пояса, одного пути и ЕАЭС, а также сотрудничество в формате ВОГА-Янсей. Генеральное консульство Китая в Казани создано в самое подходящее время мы стараемся использовать свои возможности для укрепления межрегионального сотрудничества двух стран. Янсей и ВОГА, оба региона, могут друг друга дополнять своими преимуществами в управлении природных ресурсов и структуре промышленности, что создает большой потенциал для наращивания сотрудничества. В настоящее время сотрудничество между регионами находится еще на начальном этапе и имеет небольшой объем, что отстает от высокого уровня политические отношения между Китаем и Россией. Мы надеемся, что все ученые, специалисты, присутствующие на сегодняшней конференции, учитывая особенности истории и культуры Китая и России, смогут изучать и исследовать реальные сложные вопросы и трудности, существующие в практическом сотрудничестве между регионами Китая и России для выдвижения полезных рекомендаций. Всключение хочу пожелать успешного проведения 10-й международной научно-практической конференции «Россия-Китай. История и культура». Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин генеральный консул. Вообще спасибо за все, что вы делаете для укрепления наших взаимоотношений. Сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово директору Института восточных рукописей Российской академии наук Ирине Федоровне Поповой. Пожалуйста. Спасибо. Это действительно особый город, особое место, историческое место, где все дышит культурой в стенах этого университета. И главное для истории востоковедения в России Казань является одним из главнейших центров. По усталу 1804 года здесь началось преподавание востоковедных дисциплин. И эта непрерывная традиция продолжалась до сегодняшнего дня, по сути дела. И особенно призмание большое получила она в 1854 году, когда в Санкт-Петербурге был создан факультет восточных языков 3 ноября 1854 года. И это был не первый случай, когда Казань подставила свое плечо востоковедам России во всероссийском масштабе. Из Казанского университета, как известно, вышел первый декан факультета восточных языков Александр Касимович Казимбек. Но для нас, в частности для моего института, который был основан 23 ноября 1818 года как азиатский музей, естественно основополагающей является фигура Христиан Даниловича Френа, который 10 лет до этого провел в Казани. Причем это был особый период его формирования. И своим студентам, китаисты они или нет, я всегда советую прочесть книги нашего великого арабиста и историка востоковедения Игнатия Ильяновича Крачковского. Всем известна его книга над арабскими рукописями. Но еще совершенно потрясающей являются очерки истории отечественной арабистики, где, в частности, о Френе он пишет следующее. Его пребывание в Казани было не слишком долговременным и ограничилось только десятью годами. Ну, все относительно. В историческом масштабе, конечно, 10 лет – небольшой срок. Оно явилось только подготовкой к его широко развернувшейся деятельности в Санкт-Петербурге. Путь, пройденный Френом в Казани, был очень нелегок, не исключая личной жизни. Однако именно здесь он превратился из обычного на Западе симметолога-экзегета, каким приехал из Германии, первоклассного арабиста, которого в современной ему Европе решали сравнивать только с Сильвестром де Сасси. Здесь он положил начало своим создавшим впоследствии эпоху работам над арабскими источниками для истории Руси. Здесь, на богатом материале, он стал расширять свою нумизматическую подготовку, которая сделала его не имеющим соперником-знатоком. Вот таково было значение казанского периода в формировании Френа, который, как известно, стал отцом-основателем института, причем из Азиатского музея. Вышли, по сути дела, все востоковедные центры России впоследствии. В этом году, на будущий год, мы отмечаем 200 лет истории академического востоковедения, когда происходят непрерывные институализации. И, в общем-то, в этом смысле фигура Френа для первой половины XIX века особенно значительна. Что касается сегодняшнего мероприятия, то оно очень значимое и замечательно, что оно проходит в Казани, в Казанском университете. Когда-то были, в 1824 году были опубликованы дневники путешествия в Китай, приставы 10-й миссии, духовной православной миссии Егора Федоровича Тимковского. Это было совершенно великолепное фундаментальное произведение, которое Тимковский начал словами. Судьба наградила, судьба украсила мою жизнь событием редким, необычайным. Я видел Китай. Ну, для нас Китай становится сейчас все ближе и ближе. Видеть Китай мы можем гораздо чаще. Но всех нас, кто в Китае бывает часто или редко, объединяет одна большая любовь к этой великой стране, уважение к ее многолетней, тысячелетней культуре и вера в великое будущее Китая, который становится все более процветающим и радует нас. Потому что мы действительно преданы этой стране, почти так же, как своей. И мы работаем во имя российского китаеведения. Примечательно то, что мы пишем на русском языке. Это очень значимо, поскольку русский язык – это язык науки. Таковым он остается, несмотря на то, что сейчас, так сказать, индексы цитирования нам очень прививают. И мне хотелось бы поздравить Казанский университет, который совершенно замечательно имеет возможность и их реализует. Это великолепно, действительно. Я в восторге от музея, от того, что я сегодня видела. Ну и вообще, каждый раз он все больше и больше радует нас, поскольку мы бываем здесь часто и у нас очень хорошие связи и контакты. Я хочу поздравить присутствующих с началом конференции, пожелать вам доброго здоровья от имени лица всех своих коллег, которые знают об этом событии, некоторые даже приехали. Пожелать плодотворной работы, дискуссий плодотворных побольше, так сказать, хорошего настроения и позитивных эмоций. Поэтому спасибо большое. Всего вам доброго. Спасибо большое, Ирина Федоровна. Уважаемые коллеги, вот параллельно с нашим заседанием и с нашей встречей сегодня же происходит в сценах Казанского университета очередной съезд психологов. И вот мы, когда открывали этот съезд, этот форум, тоже проводили аналогию между различными этапами развития нашего университета до 2017 года и нынешним форматом нашего уже Казанского федерального университета. И должен сказать, что мы, по сути, восстраиваем или воссоздаем все те школы, которые были тогда. И вот когда вы говорили о выдающейся роли профессора Френа, о его оценке Казанского периода, мне точно так же у психологов только что в актовом зале Уникса говорили о профессоре Лури, который тоже, в общем-то, состоялся здесь, и даже по сегодняшним меркам, если оценивать там результативность по наукометрическим данным, то это выдающийся ученый, и индекс по сегодняшним меркам Кирша было бы более 20, на них тоже очень много ссылок. Поэтому большое вам спасибо, Ирина Федоровна, что вы сегодня вместе с нами. А сейчас я с удовольствием хотел бы предоставить слово Генеральному консулу Исламской Республики Иран, господину Акбель Зерча. Пожалуйста, господин консул. Акбель Зерча. Пожалуйста, господин Всевышнего, я рад здесь находиться, я рад представлен возможность присутствовать здесь. Хочу пожелать удачу всем присутствующим, преподавателям, своим коллегам, в частности Генеральному консулу Китая. Вопрос, который поднимается сегодня в рамках этой конференции, очень важен. И много энциклопедий написано по этому поводу. И действительно, в этом проявляется важность проведения такого мероприятия. Шелковый путь – это путь поставки товаров с востока в Европу. Но это не только поставки товаров, поставки идей, различных обмен культурный. И он занимает свое подобное место в истории, и очень важно, что мы сейчас вспоминаем о нем. И именно шелковый путь является тем важным. Это путь дружбы, прежде всего, между нашими странами. Да, и куда бы вы не отправились? Шелковый путь всегда встречается с большим пониманием, и все поддерживают этот проект. Стоит заметить, что китайская, российская, иранская и другие цивилизации являются основными участниками этого международного обмена. Да, и следует заметить, что последнее время китайское руководство принимает серьезные шаги для возрождения былого величия шелкового пути. Это проект не будет успешным, и будет поддерживать другими странами и регионами. И если, когда, в то время, в то время Абрешем, один день, который принесет из Чин до Ирана, и нам нужно будет поддерживать другую страну, то это будет поддерживать другую страну, и будет поддерживать другую страну. Да, и ранее, то есть шелковый путь проходил через Иран, и далее разделялся на три стороны, и принечательно, что инфраструктурные проекты проходят как раз и на по этому же пути. Да, и мы должны также помнить, что помимо экономических целей, очень важны именно гуманитарные составляющие и предложить все усилия со стороны того, чтобы этот проект был успешным. Безусловно, любые начинания в сфере экономики, социальной политики или безопасности будут безуспешны без обращения внимания на вопросы народной дипломатии. И, безусловно, именно народная дипломатия берет свое начало в университетской среде. Именно в университетах, которые ставят важную часть общественного мнения планеты, готовятся материалы, доклады, которые в дальнейшем получают свое отражение и в СМИ. И мы, со стороны Ирана, со стороны страны с большой цивилизацией и имеющей большое значение в предыдущем шелковом пути. Мы уверены в том, что этот проект будет успешен и будем помогать им. И здесь также следует заметить, что именно российское иранское сотрудничество может помочь реализации этого проекта. И именно поэтому Иран выступает в одной из стран, которая посылает своих студентов учиться в Россию. И даже если говорим про КФУ, то в этом году мы заметили, что большое количество иранских студентов поступило на учебу в этот университет. Я для всех присутствующих здесь, для официальных лиц, для сотрудников университета желаю удачи. И я убежден, что результатом старания по созданию, возрождению былого величия шелкового пути станет, можно сказать, в словах русского поэта Саади. То есть это стихи, поэта Саади, который сказал для всего мира, и эти стихи также висят в организации объединенных наций. И если кто-то из людей стоит с какой-то проблемой, то другие не могут быть с конец спокойствия. И если ты не можешь помогать своему ближнему, то ты не можешь считаться человеком. Большое спасибо, Рахмат. Спасибо, Рахмат. 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 В эти дни у вас начинается 10-я юбилейная международная научно-практическая конференция России и Китая «История культуры». Это очень важно, что именно в Казани происходит такое важное событие, конференция по истории и культуре Китая, которая является очень важным вкладом в дело развития российского китай-видения. Надо сказать, что именно Казань является тем самым городом, откуда и начиналось, пошло развитие китай-видения в России. Еще в России с Китаем первые отношения были еще в конце 17 века, 1689 год Нерчинский договор, затем 1727 год был подписан Кяфтинский-Буринский трактат, и начиная с этого периода в Китае развитие китай-видения пришло в Россию. В 18 веке уже в России начали интересоваться Китаем, начали изучать китайский язык, и самая первая кафедра, которая поставила обучение китайского языка для студентов, это была именно в Казани. И лишь потом, в 19 веке, постепенно кафедра китайского, китайский разряд восточного факультета был переведен в Санкт-Петербург. И только уже потом, уже позднее, после революции, китайский язык, историю культуры Китая начали изучать в Москве, а еще ранее, в конце 19 века и в Владивостоке. Надо сказать, что именно Казань является основой российского китай-видения, именно в Казани начались исследования и изучения истории Китая. Именно в Казани до сих пор у вас в Казанском университете сохранилась древняя китайская ксилография. Надо сказать, что именно история Китая, это очень важно, что историю Китая изучают в Казани. История Китая является одной из самых древних стран Китая, древних стран мира, еще 2100 лет назад существовала династия Ся, и до сих пор существует китайская нация. И именно как раз очень важно, что именно кафедра алтаистики и китоведения Казанского федерального университета уделяет большое внимание изучению истории Китая. Надо сказать, что эта конференция позволит сделать вам тоже множество интересных и разных докладов о Китае, об истории Китая, о культуре Китая. И это откроет новые горизонты в исследовании проблем китайской истории и культуры. Надо сказать, что эта конференция действительно является уникальным китайским форумом, который не имеет аналогов ни на территории Российской Федерации, ни на территории Европы. И надо сказать, что вам повезло принять участие в этой конференции, которая имеет уже большие традиции. Это уже десятая конференция. И было за это время опубликовано очень множество, много разных интересных докладов, которые были посвящены основным, наиболее острым проблемам истории и культуры Китая. Хотелось бы от имени всех сотрудников китайцеведов Института Дальнего Востока поздравить Казанский федеральный университет с проведением 10-й международной научно-практической конференции «Россия-Китай. История культуры» и пожелать больших успехов в проведении конференции. Давайте похвачем нашему коллеге. А сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово моему коллеге, директору Института международных отношений, востоковедения и истории Амиру Лавиловичу Харудину. В принципе, на площадке именно этого института в основном будут проходить все наши мероприятия. Пожалуйста. Спасибо большое, глубоко уважаемый Илья Травкач, высокий президиум, уважаемые коллеги, друзья, наши студенты. И действительно, в тех словах, которые мы услышали, в словах выступающих, прозвучало, что мы действительно должны с вами гордиться той уникальной площадкой, которая сложилась в Казанском федеральном университете, причем она постоянно действующая. Вот уже десятый год подряд нас объединяет история, культура, экономика не только этой замечательной страны, государства Китай, но и вместе с этим связан целый комплекс важных международных проблем, которые мы рассматриваем с точки зрения и сегодняшнего дня. Китай-видение действительно исторически является приоритетным направлением для нашего университета. И конференция проходит в год 180-летие со дня открытия кафедры китайской словесности в Казанском университете. В этом же году десятилетие Института Конфуция КФО, а также 60-летие со дня образования общества российско-китайской дружбы. И в этом году его региональное отделение было открыто на базе Казанского федерального университета. Председателем общества стала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Тарстан Талия Ельгизовна Минулина. Приятно, конечно, слышать, что Китай-видение развивается на базе Института международных отношений и истории востоковедения, но не только. Уже сейчас в орбите исследований и проектов и Елабужский институт, и наши коллеги-педагоги, экономисты и юристы. Тем самым мы действительно раскрываем новые направления совместной деятельности в рамках самого Казанского федерального университета и наших партнеров, которые представлены сегодня в этом зале. В этом году знаковым мероприятием для Казанского китай-видения стало открытие научно-образовательного центра «Синология». В нем приняла участие китайская делегация во главе с чрезвычайным и полномоченным послом Китайской народной республики Российской Федерации Лихуэй. Прошла презентация новых монографий и Институт международных отношений, как и Казанский федеральный университет, как вы, наверное, уже знаете. Является координатором проекта по включению российских коридоров «Шелковый путь» в серийную номинацию «Шелковый путь». И данная инициатива вызвала интерес со стороны правительства, аппарата президента, федеральных властей и, естественно, экспертов ЮНЕСКО. Наши отношения развиваются очень стабильно и успешно, и конференция «Россия-Китай. История и культура» предполагает обсуждение вопросов в эти дни, связанных с развитием китай-видения в России, российско-китайских отношений на разных уровнях, разных сферах, а также обсуждение реализации совместных образовательных проектов. На повестке дня также будут представлены доклады, посвященные новой инициативе «Один пояс, один путь», предложенной лидером КНР Си Цзиньпином. И сегодня начали уже работу круглые столы по традициям, перспективам российского востоковедения и по новому «Шелковому пути». Завтра, уважаемые коллеги, в шоу-руме Казанского университета развернется дискуссионная площадка с участием ведущих ученых и экспертов в области российско-китайских отношений, китаеведений и востоковедений. То есть программа нашей конференции очень насыщена, интересна, и не случайно в адрес нашей конференции пришли многочисленные поздравления. Ввиду недостатка времени, позвольте, я ограничу лечь перечислением, поздравления с юбилейной конференции мы получили от Михаила Борисовича Петровского, Осочный факультет Санкт-Петербургского университета, Общество российско-китайской дружбы, наши коллеги российского исторического общества, военно-исторического общества. Ну и такое замечательное пространное теплое письмо, если позволите, я небольшие отрывки зачитаю, я получил сегодня от директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета нашего доброго коллеги Игоря Абалгазиева. В частности, вот цитирую, он говорит о том, что открывающая сегодня в Казанском университете конференция в высшей степени актуальна и своевременно, и роль экспертного сообщества, представителей вузовской и академической науки, международников, историков, высоковедов в поддержании усилий правительства наших стран и общественности сегодня велика как никогда. Очень важно поддерживать фундаментальные исследования по наиболее существенным проблемам исторического развития наших двух стран, особенно тем, которые подчеркивают уникальный характер двух наших цивилизаций, внесших огромный вклад в развитие человечества, а также по истории взаимоотношения наших стран и народов, насчитывающих более 400 лет. Хочу с удовлетворением отметить, что Институт стран Азии и Африки связывает с коллегами из Казанского университета давнее плодотворное сотрудничество, будучи одним из старейших в России центров изучения восточных языков и культур, Казанский университет в сегодняшних условиях активно продолжает лучшие традиции отечественной школы ориенталистики, выходит на новые уровни достижения в научном образовательном высоковедении. И наш уважаемый коллега поздравляет всех нас с началом работы этой конференции и также говорит о факте, который в этом году действительно стал достоянием всех ориенталистов-востоковедов. В частности, он указывает, что недавно Министерство образования и науки Российской Федерации приняло совершенно обоснованные и стратегически важные решения. Востоковедение как научно-образовательная область была выделена в отдельную укрупненную группу направлений и специальности высшее образование созданием федерального учебно-методического объединения. Мы все вместе с вами выступали с этим предложением, и вот теперь голос востоковедов и других представителей гуманитарных специальностей, поддерживавших нас, был услышан на правительственном уровне. Это, с одной стороны, вселяет уверенность в том, что наша наука, посвященная изучению культур и цивилизации стран Востока, современному социально-экономическому и политическому развитию стран Азии и Африки и впредь будет пользоваться приоритетным вниманием соответствующих ведомств, а с другой стороны, уважаемые коллеги, накладывает на всех нас новый уровень ответственности за качество подготовленных специалистов, за адаптацию традиционно сильных сторон отечественного высоковедения к требованиям сегодняшнего дня и самым актуальным потребностям нашего государства. И весь посыл нашей конференции, все усилия, в том числе в научной сфере, в образовательной сфере, и сводятся к тому, чтобы подготовить новую школу серьезных ученых, экспертов, специалистов в области, в том числе, наших взаимных отношений. Спасибо большое и очень надеюсь, что и наши студенты активно примут участие в работе в этой большой и очень достаточно продуманной, на мой взгляд, программе, где мы говорим и об истории, и говорим о дне сегодняшнем. Спасибо большое. Торжественный момент должен быть. Девочки объявляют. Ректор Казанского федерального университета Ильша Травкатович Гафуров и директор Института восточных рукописей Российской Академии наук город Санкт-Петербург Ирина Федоровна Попова подписывают соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательской и образовательной деятельности между Казанским федеральным университетом и Институтом восточных рукописей Российской Академии наук. Казанский федеральный университет. 5 октября 2017 года. Дорогие коллеги, я считаю, это событие действительно историческое, потому что вот я не зря сегодня упоминала Френа. Это действительно фигура, которая объединяет историю нашу и Казанского китаеведения, и Востоковедения, и Петербургского. Классического китаеведения, классического Востоковедения. Это продолжение традиции школы. И я действительно очень рада и горда, что вот сегодняшние исторические события происходят именно здесь. Спасибо большое. Спасибо. Мы отдаем, уважаемые коллеги, мы даем новый отчет нашего сотрудничества, поскольку позапрошлым уже веке получается, когда восточный разряд из стен Казанского императорского университета переместился в Санкт-Петербург, об этом здесь многие выступающие говорили. Ну а сегодня, вот благодаря поддержке Ирины Федоровны, все закрома ее института открыты для наших исследователей, для наших студентов, преподавателей и для наших, прежде всего, аспирантов, мы договорились о взаимных темах и о совместном руководстве научными темами. Ну и знак благодарности я вот хочу вам вручить вот эти небольшие символические часы с вензелем императора, основателя нашего университета. Знак благодарности. И хотелось бы, чтобы этот день нам как-то запомнился. Большое вам спасибо, Бекзурна Ахмадовна. Спасибо, спасибо. А в эти документы, я думаю, сейчас печати проставят, и мы их получим заново. Пожалуйста. Но сейчас мы свою работу за этим столом завершили. Переходим к серьезным темам, к пленарным заседаниям, поэтому мы, наверное, займем место там. Уважаемые коллеги, мы не будем прерывать работу нашей конференции. Действительно, переходим уже к научной составляющей. Я с большим удовольствием для первого выступления приглашаю пройти к трибуне Воскресенского Алексея Дмитриевича, директора Центра комплексного китаеведения региональных проектов, Московского государственного института международных отношений, Министерства иностранных дел России, члена Общественного совета Минвострокразвития. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Я первый раз в Казани. Так складывалось, что на протяжении длительного времени вроде бы такая возможность складывалась, но не реализовывалась до конца. Ну вот я очень рад, что наконец-то удалось приехать, хотя я понимаю, что вот меня бросили, так сказать, в амбразуру. Потому что с одной стороны торжественная часть закончилась, а началась научная, а я должен соединить с одной стороны вот форму такую торжественную, да, с научной. А сегодня до начала конференции была возможность посетить музей, и нам показали аудиторию, где занимался Владимир Ленин, там стоит кафедра. Вот, и я с интересом, значит, увидел эту кафедру, и оказывается, профессор сидел за кафедрой, да, перед ним сидел инспектор, профессор зачитывал свою лекцию, потом инспектор ставил печать о том, что, значит, лекция прочитанная соответствует тексту. Так вот, хотел сказать, что я не привез письменного текста, вот, и постараюсь вам рассказать своими словами вот некоторые вещи, касающиеся той проблемы, над которой я размышляю уже довольно давно. Тема, о которой я буду говорить, называется так, волны модернизации в Китае, исторической эволюции, современные оценки. Теперь сделаю тоже маленькое отступление, почему эта тема меня интересует достаточно долгое время, и почему она сформулирована таким образом. Но прежде всего, вот, по характеру своей подготовки, ну, так вот у меня сложился мой жизненный путь. Я окончил Московский государственный университет по историко-филологическому отделению, занимался на начальном этапе своей научной карьеры китайской филологии. И первые мои работы научные как раз были написаны по этой теме. Потом я защитил кандидатскую диссертацию по истории, занимался очень долгое время исторической проблематикой. А потом защитил диссертацию доктора философии в Манчестерском университете уже по политической проблематике и диссертацию докторскую по политическим наукам. И занимаясь вот проблематикой на стыке культуры, истории и политической проблематике, я пришел к выводу, и с этим согласны многие, кто интересуется комплексным анализом проблем развития и проблем Востока, о том, что модернизация неразумно связана с историей, неразумно связана с культурой, неразумно связана с цилиционным развитием, они только являются политической проблематикой. Поэтому я хотел бы поговорить сегодня о этих волнах модернизации, постараться посмотреть на процесс осовременивания Китая с исторической перспективы, выделить эти волны, как они мне представляются, ну и немножечко поговорить о современных оценках этой проблематики. Я бы, наверное, если выделять первую волну модернизации, я бы, наверное, начал с политики самоусиления, политики заморских дел и самоусиления XIX века. Эта политика проводилась той частью китайской политической элиты, которая была вписана полностью в манчжуро-китайскую систему Цинской империи. Три наиболее известны, конечно, это Дзенгофань, Лихунджан и Цинцентан, и, с одной стороны, теоретики, хотя у каждого из них были свои взгляды на модернизацию Китая, ну и практики. 1861 год Дзенгофань создал первый современный арсенал в Антине, 1862-й Лихунджан в Шанхае, 1864-й Цинцентан построил под его руководством судостроительную верфь в Ханчжоу. Ну и в ходе вот этой политики осовременивания выделился Лихунджан как один из лидеров этой группировки. Были построены военные, прежде всего, военные предприятия в Китае, появились и первые иностранные предприятия, стали развиваться первые китайские частные промышленные предприятия. Но политика, надо сказать, оказалась не совсем успешной, потому что два последовавшие за этим вызова исторических, это франко-китайская война 1884-1885 года и японо-китайская война 1894-1895 годов оказались неудачными для Китая, были подписаны целый ряд соглашений, которые были расценены как неравноправные потом и невыгодными. Отсюда следующая волна – это движение за реформой 1895 год. Это, собственно, китайская, китайская тоже в значительной степени консервативная модель модернизации, которая была связана прежде всего с именем Кан Юэя и целого ряда деятелей, которые поддерживали его, развивали осмысление этой модернизации с разных точек зрения, но в основном вот в рамках этого направления. Ну, самая знаменитая практическая, так сказать, часть этой второй волны – это указ Гуан Сюя императора об установлении основной линии государственной политики и, собственно, знаменитые «100 дней реформ», которые проводились с 11 июня по 21 сентября 1898 года в виде 60 указов молодого императора, который пытался таким образом продвинуть модернизацию Китая. Как известно, эта попытка потерпела поражение по целому ряду причин и по причинам субъективным. Это неверие Яншикая в реформы, его передача планов реформаторов манчжурам. И, соответственно, 1898 год, 21 сентября, Цесия, императрица регенша, опубликовала указ о восстановлении своего регенства, Гуан Сюй был арестован, пассажиром под домашний арест, а деятели, которые проводили эту модернизацию, часть бежали за границу, либо были казнены. Ну, интересно, наверное, здесь порассуждать о том, почему начавшаяся раньше модернизация в виде политики периода Мейзи в Японии оказалась более удачной. И сравнительный анализ этих двух моделей модернизации представляет значительный интерес и осмысление их интересное сегодня. Но, тем не менее, следующий этап – это, конечно, установление Китайской Республики и изменение политического строя в Китае, не очень удачный с точки зрения экономики, открывший сложный период развития Китая, когда парламентская система вынуждена была отвечать на многочисленные вызовы, и вызовы и диктаторского режима, и попытки возвращения монархического строя, но уже в виде китайской монархии, ну и потом все-таки установление республиканского строя. Следующая волна – это, наверное, конец 20-х годов, национальный революционный подъем 25-27 года, появление двух современных партий, формирование трех центров власти в Пекине, в Нанкине и в Ухане. И в 1927 году установление гаминдановского режима, когда коммунисты были изгнаны из уханьского правительства, Чингайши военным путем занял Пекин, и параллельно образование Китайской Советской Республики, когда у гаминдана появилась возможность провести так называемая нанкинская модель модернизации, провести авторитарным путем модернизацию, которая оказалась тоже неуспешной, хотя и в значительной степени осовременила Китай, но это была такая харизматическая модернизация, когда современное укреплялось только с разрешения традиционного, приведшее конечно в специфических китайских условиях коррумпированности, клановости, ну и так далее, такого рода явления. Дальше произошла развилка, историческая развилка. Дело в том, что Китай в ходе раскола политической элиты разделился на две части, и дальше мы можем говорить с одной стороны о тайваньской модели модернизации, которая проводилась вот на той части Китая, который расположен на острове Тайвань, а с другой стороны о строительстве социализма на материковой части Китая в виде нескольких волн модернизации. Это советская модель, успешная в самом начале с точки зрения восстановления китайской экономики, разрушенной в ходе гражданской войны и японской оккупации. Далее поражение этой модели, проведение большого скачка, урегулирования, культурной революции, то есть естественная модернизация, и потом реформы уже Дэн Сяопин начиная с 1978 года. Таким образом мы можем выделить девять волн модернизации. Первая – это политика самоусиления, которая закончилась поражением в ходе франко-китайской войны и японо-китайской войны. Вторая волна – это движение за рифшвормой 1895-1898 год с откатом и неудачным заключением протокола 1901 года и их тюаньским восстанием. Это попытка технологического осовременивания на традиционной основе, попытка крупномасштабного современия сверху в условиях национального элитного раскола и поражения и установления реакции в Китае. Третья волна – 1911-1912 год – это изменение политической системы восстановления республиканского строя, появление современных институтов, парламента, партий, лидеров, политических группировок, сращение политической власти и военной власти, попытки восстановления монархии, крах монархического режима и упрощение республиканского режима. Здесь ускоренные политические изменения шли на основе изменившейся экономической и политической ситуации с опорой на национальную элиту и вытеснение иностранной элиты. Но, тем не менее, изменения, которые происходили, были половинчатыми. Произошел крах экономической системы и, фактически, крах старой политической китайской системы. Четвертая волна – авторитарная волна модернизации под эгидой Нанкинского гомендана с установлением права тоталитарного режима, чиновно-распределительной модернизации в условиях милитаризации экономики, войны на два фронта с японцами и с республиканского Китая, с японцами и с коммунистической партией Китая, эволюции политического режима в сторону усиления деспотии и создания фактически военной диктатуры, вылившейся в первую гражданскую войну, которая привела к краху гомендановского режима в Китае. Развилка, о которой мы говорили, появление тайваньской модели модернизации на Тайване и пятая волна 1949 год – новая демократия, советская модель и разгром советской модели. Седьмая волна – это мобилизационная модель в условиях раскола элит и фактически второй гражданской войны. Это большой скачок 58-60 год, урегулирование 61-65, культурная революция, 65-69 год. И восьмая волна – построение социализма с китайской спецификой, реформы Дан Сяопина, учет экономических законов управления страной, плюрализм собственности, смешанная экономика, дифференциация доходов, концентрация капитала, необходимого для толчка в развитии экономики, предраспределение финансов внутри страны, с опорой на южную часть Китая и провозглашение политики открытости. Дальше, по-видимому, мы можем говорить о девятой волне – это провозглашение построения общества социальной гармонии, политики научного развития, в основе которой лежит человек Жен Вен Бен, но при этом непреодоленный раскол политических левит. И если говорить о сегодняшней ситуации, то мы видим, что перед Китаем стоят очень сложные задачи, когда с одной стороны произошел ускоренный экономический рост и повышение благосостояния в стране, с другой стороны мы видим, что была попытка или такой момент, когда чуть-чуть была не потеряна внутренняя целостность страны, шла борьба за стабильность политическую, экономическую и возникла новая развилка, которая может привести к новой десятой волне модернизации, а может привести к попытке восстановления стабильности, а может быть еще какой-то попытке политического и экономического развития. То есть необходимости либо продолжать реформы, переражать структурную перестройку, либо поддерживать темпы роста любой ценой и поддерживать модель, которая с точки зрения экономики исчерпала себя. Возникли новые риски, это авторитарность реформ, усиление контрольных и репрессивных функций, это противоречие между идеей национального возрождения и бюрократическим аппаратом, в ситуации, когда внутренние преимущества исчерпаны, но они сохранились вовне, это огромный золотовалютный резерв, которого никогда у Китая не было, это значительный промышленный потенциал, это широкие торгово-экономические связи и, главное, это накопленный колоссальный опыт реформирования, вот эти прошедшие девять волны модернизации, которые, я думаю, дадут возможность китайскому народу найти вот эту новую форму, вот как она будет названа, новой волной модернизации или новой моделью или новым возрождением Китая, знак вопроса, мы не знаем, но я думаю, что весь исторический опыт, о котором я говорил, свидетельствует о том, что, по-видимому, это будет успешно. Китай продолжит свой путь на пути глобализации и трансформируется из второй экономики мира, значит, либо в существенную часть мировой экономики, которая будет двигать мировое экономическое развитие вперед, а или, возможно, как некоторые говорят, в ту часть, которая будет, может стать при определенных условиях, значит, и первой экономикой мира. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Дмитриевич. Отдельно хотелось поблагодарить вас, потому что благодаря и вашей поддержке, и нашему взаимодействию МГИМО на Москве-реке и МГИМО на Волге находятся больше и больше общих точек соприкосновения, и мы не просто дружим, но реализуем совместные проекты. Я с большим удовольствием приглашаю занять место за трибуной руководителя отдела Китая, Института Востоковедения Российской Академии Наук Артема Игоряча Кобзева. Пожалуйста, Артем Игорячев. Дорогие друзья, коллеги, хозяева и гости, всех поздравляю с чудесным научным праздником, и погода, вопреки прогнозам, оказалась благоприятной. Я тут чуть ли шубу не брал, а оказалось, все не так страшно. То есть нам небеса благоприятствуют. Вот. Ну, я должен доложить о некоторых достижениях. Во-первых, восхищение Казани, Казанскому университету, который, мне кажется, уже становится более китеистичным, чем сам Китай. Ну, как известно, Китай, его главный знак, бренд Китая, это иньян. Так вот, совмещение противоположного, или, как по-русски говорят, далековатых понятий. И тут вот я, значит, замечаю, что мы в университете имени Ленина находимся под портретом императора. Вот это вот, значит, императорско-большевистское такое вот совмещение. Оно очень такое китайское. Слава тебе, Господи, что тут одно с другим не сталкивается и не аннигилирует. Значит, еще хотел сказать о том, что в нашем институте востоковедния, помимо вот означенного выше соглашения. И вот теперь подписанного нового соглашения с нашим, извиняюсь, бывшим филиалом, который, я думаю, что и мы скоро станем филиалом нашего бывшего филиала. Собственно, я это и предположил много лет назад, когда филиал от нас уходил. Но я думаю, что ничего плохого в этом не будет, если мы вернемся в первобытное состояние, так сказать. Так вот, помимо всего этого хорошего, есть еще кое-что хорошее, новое. Это создание в нашем институте центра Сино-Тартарики. Это совершенно оригинальное новое такое направление исследований, я думаю, интересное для присутствующих. То есть имеется в виду изучение прото-истории тартар, то есть той истории, которая как раз не освещена в вашем выдающемся семитомнике, а история происхождения предков тартар. Мы попытаемся решить вот этот вот фундаментальный, научный, глобальный вопрос, проблему, которая волнует умы человечества все-таки, кто они были, эти предки, тюрками или монголами. Ну, в общем, на основе, так сказать, ну, самых древних, как уже тут было сказано, источников письменных, и не только археологических, которые имеются в Китае и поступают регулярно. Этим китайцы занимаются уже больше ста лет, со времен великого китайского ученого Ван Гувэя. Вот мы тоже этим, значит, немножко занимаемся. И придали этому такие вот организационные формы. Теперь я хотел сказать по поводу, значит, четырех великих изобретений современных китайцев. Ну, действительно, достижения выдающиеся, ну, и, правда, их трудно назвать все-таки изобретениями, публичное употребление велосипедов особенно. Вот, но это просто действительно выдающиеся достижения, но у китайцев все-таки есть четыре великих изобретений мировых, мы их знаем, это немножко другое. Вот, отчасти они отражены в том календарике, который нам тут, значит, презентовали, так что с ними можно познакомиться отчасти. Но должен доложить, что действительно, по подсчетам великого английского науковеда Джозефа Нидома, из 36 мировых крупнейших действительно изобретений, открытий, которые перевернули судьбы человечества, по его подсчетам, повторяю, 32 сделали китайцы. Поэтому наша вот нынешняя дружба, это очень перспективная вещь. Надеюсь, значит, и мы тоже что-нибудь хорошее от всего этого получим. Теперь, поскольку собрание у нас юбилейное, то я тоже себе позволил представить сюда доклад юбилейного свойства. А именно, значит, в этом году мы отмечаем 60-летие перевода, полного перевода одного из великих китайских канонов книги стихов, или буквально, точнее, если это переводить, это канон стихов, Шидзин. Ну, коротко я должен сказать, поскольку тут студенты, я прошу извинения у специалистов, что в Китае поэзия, вот такого рода поэзия, как Шидзин, занимала всегда высшую культурную позицию, и писать стихи не гнушались ни китайские императоры, ни, значит, императоры нового Китая, но я имею в виду товарища Мао Цзэдуна. Вот, то есть это, и знание этого канона было основным свойством тех людей, которые хотели сдавать экзамены, официально учиться и получать соответствующие должности и, значит, зарплату в данях риса. Поэтому и китаисты, конечно, должны прежде всего изучать этот текст. И вот недавно, значит, в связи с юбилеем, а именно 60-летием первого полного и поэтического перевода этого текста на русский язык, я сделал некоторый обзор, и мне открылись некоторые, значит, интересные вещи. Ну, должен сказать, что вот удивительным образом я вот как бы такой, тут вот мой предыдущий оратор, значит, о себе рассказал. Я просто замечу, что я как бы произрастал в такой поэтической среде, и был, значит, вокруг наблюдал массу, там, 60-е годы, 50-е, 70-е, массу сборников китайской поэзии. То есть они, они, для современной студенты, наверное, и не представляют себе, что это такое. Эти книги издавались массовыми тиражами, книжки там по 20-30 тысяч, причем это регулярно. Эти авторы, великие китайские поэты набирали тиражи, там сотни тысяч экземпляров, лучшие художники оформляли эти сборники, они очень красиво издавались на мелованной бумаге, все раскупались, там до 50 тысяч доходили вот единовременные издания. И вообще мне казалось, что все это, как бы, вот это было давно, оказалось, совсем нет. Вот этих великих, по-настоящему переводить великих поэтов начали только вот в Питере, кстати, благодаря вот отцам нашей современной синологии академику Алексееву, это в 20-е годы только его ученики Щуцкий и Васильев. То есть это недавняя вещь. И это вот феномен, этот такой чудесный цветок, он расцвел, ну его там сначала обрезали, конечно, вот этих погубили прекрасных учеников, но, значит, репрессиями и расстрелами. Но потом он опять расцвел уже благодаря там другому ученику, Эйдлену и, кстати, Льву Заловичу, который тут же, вот в 49-м году, еще вот накануне провозглашения Китайской Народной Республики выпускает десятитысячным тиражом четверостишее Бодзюи. Кстати, еще похвастаюсь, мы в Институте Востоковедения недавно издали, вот таким образом 100 стихов Бодзюи, это четверостишие в жанре дзюй-дзюй, оборванных строк. И вот даже попытались этот вот символ иньян тут представить в графике и цвете. Вот это как бы, ну китайское обозначение имени и стихов, и вот, значит, русское, и вот они, цвет показывают, что это иньян некоторый. Это принципиально новый шаг вот в переводе этих стихов, но я хотел сказать, что как умные люди здесь быстро уловили вот эту связь между вот волнами, о которых, политическими волнами, о которых тут было сказано, и поэзией, очень важной для Китая. И так вот, кстати, по поводу политических волн, еще одно небольшое отступление, библиографического характера. Мы издаем в Институте Востоковедения «Архив российской китаистики», надеюсь, еще позже поговорим об этом. Вышли уже четыре тома солидных. Значит, Казанский университет причастен тоже к этому изданию. Вот присутствующий тут Дмитрий Евгеньевич Мартынов, профессор, является членом редколлегии этого издания. Так вот, там в третьем томе издана совершенно уникальная работа Лиан Ти Чао с описанием вот тех ста дней реформ, которые потрясли весь мир и которые являются действительно таким событием, который вызвал некоторую цепь тектонических явлений, приведших вот к тому, что мы имеем сейчас. Так вот, значит, возвращаюсь к поэзии. И вот тоже вот это символическое появление сразу в 49-м году вот этого знаменитого сборника четверостижей в переводе Эдлина и пошло-поехало. Он там уже в 51-м году пересдал в два раза большим тиражом и там регулярно издавал. К этому были причастны великие поэты русскоязычные, Гитович, Анна Ахматова переводила, ну и так далее. И представьте себе, вот у нас есть такая премия в Китайском культурном центре в Москве, где награждаются лучшие переводы китайской литературы. Ну, прежде всего, конечно, вот выдающееся достижение, это опять же из Питера, это переводы Нобелевского лауреата Мояня. Ну, там есть номинация стихи. И вы знаете, вот несколько лет назад мы вдруг обнаружили, что ничего нету, ничего нету, ничего не делается в этой области, просто какой-то провал, некого награждать. Ну, вот отчасти, значит, вот реакции на эту странную ситуацию, вот, то есть вот пик и вдруг полный провал. Ну, можно сказать, что это тоже иньян какой-то, но такой какой-то неблагоприятный для нас иньян. И вот я попытался, так сказать, организовать все-таки у нас в Институте Востоковедения возвращение на круги своя, традиции есть, наверное, есть востребованность, дай нам Бог это все решить. И параллельно, значит, вот наши коллеги, заместитель директора Института Востоковедения тут выступал, они тоже в свою лепту внесли в это дело. И пару лет назад выпустили второй русский перевод Шидзина, который осуществил их сотрудник Абраменко на основе научной рукописи Анатолия Евгеньевича Лукьянова. Ну, это тоже вот такое крупное событие. Теперь у нас уже есть два перевода Шидзина на русском языке, и можно, значит, заняться их изучением. Вот, к сожалению, вот, несмотря на то, что на всю значимость, ну, я мог бы долго говорить об этой значимости, но это, мне кажется, для специалистов очевидно. Ну, еще один просто пример такой, это мой любимый пример. В советские времена в какой-то момент во время вот этой знаменитой полемики, приведшей к кровопролитию на границах в 69-м году, Мао Цзэдун уже стал отвечать членам политбюро ЦК КПСС стихами. Представьте себе, вот они посылают ему какой-то документ партийный, а им в ответ он пишет стихи. Как важно знать эту классику. И в те времена никто в Москве не мог понять, что означает этот ответ Мао Цзэдуна, выраженный в стихах. И, как обычно бывает, стали спускать вниз. Значит, спустили нам референтам, референты в институты, институты там еще послали куда-то, слали-слали-слали, и ответы не получают. Потом это дошло аж до китайского, до посольства в Пекине Советского Союза. Те тоже не понимают, что отвечает Мао Цзэдун. Наконец это дошло, значит, ну, как обычно, нижний чин вызывается. Вот, нижним чином оказался в те поры как раз вот недавно нас, к сожалению, оставивший директор, многолетний директор института Дальнего Востока Михаил Леонидович Титаренко, который в те поры был драгоманом в Китае. И вот, а поскольку он учился в Китае, в двух китайских университетах, в Пекинском и Фуданьском, то он получил некоторую дозу классического китайского образования и смог понять, о чем идет речь. Соответственно, он свое понимание отправил вверх, это поступило там в силовые органы, и, значит, ответ совпал с тем, что хотел сказать корреспондент. И из-за этого он был замечен, потом его через какое-то время пригласили на работу в ЦК КПСС, и так вот он пошел-пошел-пошел, и в итоге стал академиком, директором института. Вот такой яркий пример значимости знания китайской поэзии. Так вот, возвращаясь к основному сюжету, должен сказать, что к сожалению, значит, мы, несмотря на то, что вот мы получили два перевода, и первый русский перевод настоящий, осуществил еще в конце XIX века выдающийся китаист, причастный к этим стенам, академик Васильев. Ну, он опубликовал это, правда, у него был, в основном в учебных целях, это был не поэтический перевод. Так вот, несмотря на все это, мы, к сожалению, до сих пор не имеем настоящего исследования этого памятника. Мы, в общем, имеем перевод, которые, и два перевода, которые отражают некоторые альтернативные точки зрения, а вот в своем докладе, который здесь опубликован, и, собственно, я его не буду повторять, естественно, я попытался показать, что текст этот, ну, он во многом загадочный, таинственный, ну, это старый текст, естественно, вот поэтому он полон всяких загадок, и существуют просто поразительные противоречия в толковании его, даже просто не то, что смысла разных стихотворений, но и названий, вот даже само название этого текста, оно адекватно было переведено на русский язык Кустолуна. Только вот в конце 80-х годов, в общем, на, так сказать, закате советской власти, ваш покорный слуга это впервые там в энциклопедическом словаре опубликовал, потому что выяснили точный смысл слова «дзин», которым обозначает этот термин, и, значит, было выяснено, что правильнее переводить канон стихов, например, а не поэзии, потому что имеются в виду вот такие вот дискретные единицы, и он, собственно, иногда этот текст называется «300 именно стихов», а поэзия – это термин более широкий, обобщающий, он не дифференцирует вот эти единицы отдельные поэтические, и он вообще в русском языке, и не только русском, имеет очень широкое значение, которое доходит до вообще художественной литературы, вот, значит, то есть вот само установление названия этого термина, соответствующего смысла, ну, более того, ну, такой я очень коротко, коротко я сейчас заканчиваю, приведу два примера, вот его трактуют по-разному, некоторая, значит, такая конфуцианская традиция говорит о том, что это норовоучительный текст, его задача, главное, вот, учить китайским церемониям ли, а тем не менее, текст начинается с стихотворения Гуанзюй, которое трактуется вообще как эротическое, а у главного биографа Конфуция Самотяня прямо сказано, что это развратное стихотворение, ну, представьте себе, вот норовоучительный, так сказать, канон, и вдруг начинается с развратного стихотворения, загадка, а, и вообще, что это, а что это такое за Гуанзюй, а, значит, это, переводят это как, значит, брачная, брачная песня, то есть речь идет о, значит, браке между женой Вань Вана, вот, основателем китайской культуры, которая является носительницей благодати Дэя, этого, а если посмотреть, а это там какая-то, это клёкот, клёкот хищной птицы, буквально, если перевести, ну, эту птицу хищную хотят переводчики превратить в голубя и горлицу, вот, таких вот, или уточек таких вот ласковых, которые выражают любовь, ну, правда, это тогда получается, что это вообще, так сказать, какие-то любовные отношения, не обязательно, значит, высших лиц, не обязательно, вот, царя Вана, в общем, непонятно, то ли это вообще про любовь, то ли это про разврат, то ли это, значит, трактовка зависит от просто правильного перевода названия, определения характера птицы, вот это дзюй, вот, что это за птица, это хищная скопа, вот, водяной или рыбный ястреб, или это какая-то, вот, нежная уточка и голубка, вот, в зависимости от того, как мы протрактуем этот термин эроглифический, его надо исследовать, мы будем понимать, о чём, собственно, там идёт речь, и говорится ли о некоторых, так сказать, сексуальных девиациях, или, так сказать, просто, вот, вольной жизни, или же это говорится о том, что, что, вот, значит, благородная дама поучает, как, значит, совершать брачные, брачные церемонии. Вот этот академик Васильев-то, кто-то вообще, ссылаясь на китайских комментаторов, написал, что это вообще какое-то юмористическое издевательство над девушкой, вот она хоть, бедная девушка хочет выйти замуж, а у неё не получается, вот смысл этого стихотворения. То есть, я призываю, значит, молодых людей и, значит, специалистов заняться этим текстом в нём, несмотря на то, что, несмотря на то, что… Увлекательное повествование, я вот просто не знаю даже, как перебить, намекнуть на то, что, может быть, мы действительно обсудим это ещё и в кулуарах, потому что тема невероятно интересная. Если позволите, я просто намекну о том, что у нас ещё одна минута, да, 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 всё, вот, так что, значит, я вот на этой не то ли пессимистической, то ли оптимистической ноте заканчиваю. Хочу сказать, чтобы нам… С одной стороны, у нас много успехов, вот, значит, всё процветает, кстати, этот перевод Абраменко, он вышел и уже вторым изданием в двухтомнике, вот недавно, в этом году вышел целый двухтомник с версификацией даже непоэтических текстов, ну, таких текстов, как Дао Дэ Цзин, ну, как Лун Юй и, значит, Джун Юн. Ну, тут мы вообще, честно сказать, впереди планеты всей, мы уже можем вообще зарифмовать и перевести в поэтическую форму, ну, капитал Маркса, тоже неплохо этим заняться. Его хотели, там, по-моему, кто-то мерхоть, что ли, ставить, ну, можно вот и поэму такую создать. Вот, так что, с одной стороны, так, с другой стороны, много тайн нераскрытых, много загадок и есть чем заниматься отечественным синологом с помощью, конечно, наших китайских друзей. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Артем Игоревич. Я думаю, завтра в рамках шоу-рума мы зададим и вопросы вам, потому что, действительно, нас связывают не только научные интересы, но и сама проблематика. Я с большим удовольствием передаю слово вам, Александру Владимировичу. Александр Владимирович Семенов, профессор кафедры восточных языков, дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Добрый день, коллеги. Я хотел бы передать большой привет от руководства дипломатической академии МИД-РФ и от себя лично в связи с открытием юбилейной 10-й Международной научно-практической конференции «Россия-Китай. История культуры». Я не первый год, не первый раз приезжаю в Казань, и я вижу, что данная площадка, она становится все более мощной, все более представительной. И самое главное, как не всегда можно встретить в нашей жизни, данная площадка имеет устойчивое развитие. То есть, помните, в течение 10 лет на хорошем уровне, в прекрасном месте проводятся такие прекрасные конференции. Поэтому я хотел бы пожелать успеха практической конференции. И сейчас я иду к своему докладу. Тема моего доклада – это концепция общего выигрыша как основа стратегии современной внешней политики КНР. Общий выигрыш по-китайски будет гуньин. Эта тема довольно актуальная. И объясню, почему. Даже сегодня в выступлении генерального консула Китая в Казани, господина Уин Зиня, он подчеркнул, что российско-китайские отношения, они представляют собой отношения, международные отношения нового типа, ядром которых является сотрудничество и общий выигрыш. По-китайски это и хэ-зо-гун-ин-вэй-хэ-синь-да, синь-синь-го-дзи-гуан-си. Правильно? Вот. То есть, посмотрите, даже в такой представительной речи фигурирует общий выигрыш. Интересно посмотреть, что такое общий выигрыш, почему он вдруг фигурирует в партийных документах, в речах лидеров КНР, в речах Си-Диньпина, в речах китайских дипломатов и во многих работах, которые встречаются уже с современной жизнью. Мы переходим от древности, о которой говорил Артём Игоревич, к совсем-совсем современности. Что такое общий выигрыш и когда он вообще появился? Значит, вступление КНР во Всемирную торговую организацию ВТО в декабре 2001 года явилось поворотным пунктом в развитии страны. И Китай институционно вышел на глобальный уровень. В этой связи потребовалось обновление стратегии взаимоотношений КНР со внешним миром. В качестве концептуального осмысления новых реалий за границей было заявлено понятие win-win strategy, то есть стратегия двойного выигрыша. По-китайски оно переводилось и переводится как двойной выигрыш – шуангин. Эта стратегия win-win стала известна благодаря книге «Путь к согласию» или «Переговоры без поражения», которую написали профессор Гарвардского университета Роджер Фишер и соавтор Уильям Юрий. Метод ведения переговоров стал называться гарвардским. И суть его – это стратегия win-win, при которой по окончании переговоров не остается проигравших и обе стороны являются победителями. Гарвардский метод, в свою очередь, опирался на теорию игр, основы которой закладывались в XVIII-XIX веке. Математическая теория игр была разработана Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном и изложена в классическом труде «Теория игр. Экономическое поведение» в 1944 году. В книге с помощью математических методов были изучены оптимальные стратегии игр, которые понимаются как процессы взаимодействия двух или более сторон, обладающих своими целями и разными интересами. И в зависимости от выбранной стратегии участники или выигрывают, или проигрывают. Первой концепцией теории игр касались игры с нулевой суммой, о которых довольно часто говорят деятели Китая. или стратегия «win-lose». То есть, если один участник выигрывал, то другой обязательно проигрывал. В Нобелевской лоре от «Поэкономики» 1994 года исследователь теории игр Джон Нэш разработал методику, когда все игроки или добиваются выигрыша, или оказываются в проигрыше. Он математическими методами вывел ситуацию равновесия, которую приходится поддерживать участникам, чтобы не ухудшить свое положение. Такие ситуации получили название «равновесие по Нэшу». И Джон Нэш доказал, что оптимальными являются стратегии, где участники процесса, улучшая свое положение, делают лучшей для других. Теория Нэш и явилась основой стратегии «win-win» или «шуан-ин», которая в 80-е и 90-е годы 20-е века широко распространилась в экономике, сатологии, политологии и т.д. Понятие двойного выигрыша «шуан-ин» было включено в состав методологического аппарата китайской стратегической науки, еще и потому, что целевая и ценностная стороны оказались схожи с традиционными китайскими формулами, как «сю-тунг-цунь-и», то есть «стремиться к общему, несмотря на существующее разногласие», «хэ-э-э-бут-фунг», то есть «находиться в согласии, имея разные взгляды». Они выражали особенности китайского поведения, когда достижение цели проходит без конфликтов со всеми участвующими сторонами. С 2001 по 2006 год был период адаптации Китая в ВТО, и в это время происходило осмысление формулы и содержание понятия «двойной выигрыш» и осмысление возможности его функционального применения. Практическое использование этой понятия в основном ограничивалось внешнеэкономической деятельностью в сфере политики открытости. Значит, с предыдущим периодом, то есть периодом где-то до 2000 года, связывала формула «взаимная выгода хули». То есть она была добавлена для конкретизации значения целостного восприятия. И термин у нас появился, превратился в такой фразеологизм, «хули-швангин», то есть «двойной выигрыш, в котором присутствует взаимная выгода». Для использования этого понятия, связанного с выигрышем, на региональном уровне, эта формула стала пройти обкатку. И вот если посмотреть буазки, азиатские формы, которые проходили, проходят с 2003 года, 2008, там везде эта формула «двойной выигрыш», она практически идёт в заголовках. В 2005 году данное выражение, то есть «взаимная выгода и общий выигрыш», было включено в план развития государства, то есть Китая. А в решении 5-го пленума 16-го созыва ЦК КПК, наговорилось, что, так сказать, об усшении стратегии открытости, которая заключается в «взаимной выгоде и общем выигрыше». Далее, значит, на 16-м съезде КПК, в докладе генерального секретаря Худзинтау, идеи «общего выигрыша», уже «гунгин» и её производные, уже применялись довольно широко. Худзинтау отмечал, что нужно совместно создавать региональную среду мира и стабильности, равноправие и взаимодоверие, сотрудничество и общего выигрыша. Значит, разработка нового понятия, видимо, связана с необходимостью было выйти за рамки чисто внешнеэкономической сферы и расширить значение на другие области. Далее, на 18-м съезде КПК, в итоговом докладе Худзинтау, он также выдал ряд новых идей для осмысления предложения в будущем. И одной из таких конструктивных идей стало понятие общего выигрыша – гунгин. Как он отмечал, Китай будет продолжать высоко держать знамя мира, развития, сотрудничества и общего выигрыша. В данном лозунге руководители КНР обозначали цель развития страны – это мир и развитие, а способ достижения этой цели – сотрудничество и общий выигрыш. В статье по итогам 18-го съезда, опубликованной Жимин-Жибау, Чжунг Сен отмечал, что идея общего выигрыша обогатила китайскую дипломатию и придала ей более глубокий смысл. Эта идея явилась обобщением дипломатической практики, начиная с 16-го съезда. Она обладает глубоким идеологическим содержанием, применима во всех областях международных отношений, а также во всех других областях – в экономике, безопасности и культуре. Она отвечает требованиям современной эпохи. С приходом к власти Сиденькина на 18-м съезде КПК был подвергнут ревизии прежний идеологический багаж и области внешней политики. Были по-новому расставлены акценты и подготовлены обновленные версии уже имеющихся идей. Выдвинуты новые идейные продукты, но понятие «общий выигрыш» пришелся к двору и к новому, но и новой власти. Более того, она обнаружила, что эта идея содержит мощный идеологический потенциал. И упор был сделан на производные данного понятия, то есть выражение «сотрудничество общего выигрыша». То есть фактически данное выражение, о котором сегодня говорил господин консул, то есть «хэ цзо гонгин», «сотрудничество общего выигрыша», было пущено в оборот уже господином Сиденькином после прихода, после 18-го съезда. Впервые он озвучил эту идею в марте 13-го года, во время визита в Россию, в своей лекции в МГИМО МИД. А в ноябре 14-го года на рабочем совещании по внешним делам, в общем совещании ЦК, он говорил, что необходимо идти в ногу со временем, продвигать создание международных отношений нового типа, ядром которых является сотрудничество и общий выигрыш. То есть и далее он предложил распространить идею сотрудничества общего выигрыша на все стороны международного сотрудничества, на политическую, экономическую, безопасность и культуру. Далее в сентябре 15-го года Си Цзиньпин выступил на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложением создать международные отношения нового типа, ядром которых является сотрудничество и общий выигрыш. Таким образом, с этой идеей познакомился и все мировое сообщество. В дальнейшем и в настоящее время идея сотрудничества и общего выигрыша, то есть Хэ Цзо Гунг Инг, пронизывает практически все аспекты китайской внешней политики. Это и в рамках двухсторонних отношений с крупными державами США, Россия, ЕС, сопредельными государствами, развивающимися странами, а также на региональном уровне в отношениях ССИАН, АТС, ШОС и на глобальном уровне – это ООН, на самих 20-х и БРИКС. Что касается новой глобальной стратегии «Один пояс, один путь», которая была выгнута Си Цзиньпином в 2013 году, тоже были объявлены основные принципы. И эти принципы содержали сотрудничество, взаимную выгоду и общий выигрыш. А на открытии, на совещании на уровне министров 6-го форума по сотрудничеству Китая с арабскими странами Си Цзиньпин заявил, что «Один пояс, один путь» – это путь взаимной выгоды и общего выигрыша. Интересно, что стремительное практическое продвижение стратегии «Один пояс, один путь» в политическом, экономическом, финансовом и идеологическом аспектах создаёт условия, по мнению отдельных китайских экспертов, для обновления идейного аппарата, который был бы адекватен к происходящим в мире изменениям. Директор НИИ Института по национальным особенностям Китая при университете Синхуа Хуаньган считает, что проект «Один пояс, один путь» – это наступление эпохи принципа общего выигрыша, то есть «гун-ин-джу-и» в международных отношениях. Тем более, что и многие другие авторы поддержали принцип общего выигрыша «гун-ин-джу-и». Что здесь, какая здесь суть? А дело в том, что использование термина «основной принцип», то есть «джу-и» выводит понятие общего выигрыша на уровень таких теорий, как социализм – шеху-джу-и, капитализм – дзы-бэн-джу-и, джу-и – это принцип, да, и марксизм – маккес и джу-и. Авторы этой концепции полагают, что за последние 500 лет мир пережил эпохи колониализма, империализма, фашизма. После Второго мира войны наступила эпоха гегемонизма. Так вот, эпоха общего выигрыша отличается от предыдущих эпох тем, что они были несправедливы, а новые будут справедливы и так далее. Значит, Иси Цзиньпин так говорил о принципе общего выигрыша «гун-ин-джу-и». Только война, а не мир, сотрудничество, а не конфронтация. Общий выигрыш, а не игра с нулевой суммой, является вечным темом мира, прогресса и развития человечества. Таким образом, мы рассмотрели, как в современном Китае, в современной внешней политике, зарождается, эволюционизм, развивается, заливает стратегическая концепция. Концепция общего выигрыша показывает, что для того, чтобы быть востребованной, она должна отвечать основным тенденциям эпохи, стратегическим целям страны, иметь прочное научное ядро и национальную оболочку, обладать мощным функциональным потенциалом и выражать общемировые гуманистические ценности, чему соответствует концепция общего выигрыша. Спасибо за внимание. Александр Владимирович, прошу занять ваше место в президиуме и завершает наше пленарное заседание. И это, наверное, правильно. Женщина, специалист. Яна, пожалуйста, прошу вас занять место в трибуне. Лексютина Яна Валерьевна, доктор политических наук, кафедра американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Добрый день, уважаемые присутствующие. Дабы сэкономить время, я не буду выражать слова восхищения Казанским университетом, Казанью. Я думаю, что уже было сказано очень много лестных слов, и я полностью к ним присоединяюсь. Единственное, что я хочу поблагодарить, конечно же, организаторов этой конференции за приглашение принять участие в ней и подчеркнуть, что для меня это большая честь выступать здесь, в Казанском университете, в императорском зале и, в частности, конечно же, на этой трибуне. Благодарю вас. Мой доклад будет посвящен сегодня роли Китая, а точнее изменению роли Китая в многосторонних банках развития. Многосторонние банки развития представляют собой крупные финансовые институты, которые предоставляют финансовую, консультативно-аналитическую и техническую помощь развивающимся странам в реализации задач их социально-экономического развития. Многосторонние банки развития играют чрезвычайно важную роль в мировых экономических процессах, и эта роль проявляется двояко. С одной стороны, банки способствуют снижению уровня бедности в развивающихся странах, повышению благосостояния народа, созданию критически важной для данных стран инфраструктуры, реализации социально значимых проектов, реализации проектов в области окружающей среды. Есть и другой аспект. Дело в том, что многосторонние банки развития способны задавать вектор развития развивающихся стран. Каким образом? Посредством выделения так называемых связанных кредитов и посредством расстановки своеобразным образом инвестиционных приоритетов. Таким образом, на сегодняшний момент происходит определенная борьба со стороны развитых стран. Борьба за то, чтобы сохранить контроль над многосторонними банками развития, а со стороны развивающихся стран борьба за то, чтобы расширить свое участие в многосторонних банках развития, а возможно и создать какую-то альтернативную либо дополняющую реальность. В 2015 году мы стали свидетелями начала новой волны создания многосторонних банков развития. В течение года было создано целых два новых банка. Это новый банк развития, или иначе известный как банк БРИКС, и азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Самое интересное, что движущей силой создания вот этих банков и, в принципе, начало третьей волны стал именно Китай. Что касается истории участия Китая в многосторонних банках развития, она относительно недолгая, всего лишь неполных 40 лет. И история участия Китая в подобных структурах крупных, она восходит на самом деле к эпохе Дэн Сяопина, когда был задан курс на реализацию политики реформы открытостей. И именно тогда, в апреле 1980 года, Китай восстанавливает свое членство во Всемирном банке. И самое главное, в двух его таких крупнейших институтах, которые занимаются предоставлением кредитов и займов, это Международный банк реконструкции развития и Международная ассоциация развития. И сразу же на следующий год Китай получает первые кредиты. Мы можем проследить динамику этих кредитов, предоставляемых Китаю. Первый кредит был достаточно маленький, 200 миллионов, но объемы помощи, которые Китай получал из Всемирного банка, они стали стремительно увеличиваться. Фактически Всемирный банк стал вторым крупнейшим заемщиком Китая после Японии, а финансовая помощь Японии, как мы знаем, с 1979 года была масштабной. И в 1992 году Китай впервые стал крупнейшим заемщиком Всемирного банка. По объему полученной от Всемирного банка помощи в 1945-2015 годах Китай занимает третье место после Индии и Бразилии. И это с учетом того, что Китай достаточно поздно присоединился к этому институту. На конец 2015 года Китай получил от Всемирного банка кредитов на сумму 56 миллиардов долларов. Это очень большая сумма. Хочу подчеркнуть, что участие Китая в многосторонних банках развития и во Всемирном банке стало важным фактором социально-экономического развития. И вот то экономическое чудо, о котором мы сейчас говорим, да, китайское экономическое чудо, оно во многом стало возможным в том числе и благодаря помощи, которую Китай получал по линиям многосторонних банков развития. Более того, что может быть еще более важным, что участие Китая в многосторонних банках развития позволило Китаю не только реализовать целый ряд крупных инфраструктурных проектов, но самое важное создать индустрию, целую отрасль инфраструктурного планирования и строительства. И вот сегодня мы с вами можем тоже говорить, что Китай один из лидеров международного инфраструктурного строительства. Китай один из лидеров по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей. И во многом как раз таки этот опыт был заимствован у многосторонних банков развития. Опыт включал как опыт перенятия различных способов финансирования вплоть до какого-то проектного планирования. Интересный факт. Я не знаю, все ли об этом знают. Безусловно, специалисты знают, но студенты, возможно, и нет. Дело в том, что Китай на сегодняшний момент является второй мировой экономикой, является крупнейшим держателем золотовалютных резервов. Китай лидирует по большому количеству макроэкономических показателей. Но, вероятно, не все знают, что Китай до сих пор получает огромные кредиты со стороны многосторонних банков развития, в том числе со стороны Всемирного банка. За последние несколько лет ежегодно Китай получал порядка 2 миллиардов долларов со стороны этого финансового института. Это достаточно большие цифры. И по оценкам целого ряда экспертов, скорее всего, Китай будет претендовать на получение кредитов со стороны Всемирного банка еще на протяжении 10-15 лет, потому что он в течение этого временного периода сохранит статус развивающейся со стороны со средним уровнем дохода. А это, скажем, такой базовый критерий для предоставления помощи со стороны Международного банка реконструкции и развития. Вторым многосторонним банком развития, где Китай получает большие кредиты, и это очень большой по значимости банк, в принципе, в мире, хотя и оригинальный, но, тем не менее, это не умаляет его значимости, это Азиатский банк развития. Китай присоединился к нему в 1986 году, но достаточно быстро, как и в случае со Всемирным банком, нарастил объемы получаемых от этого банка займов. В принципе, здесь представлена таблица, мы все это видим. Вот интересный факт, что, например, в 2015-2016 годах Китай получал ежегодно порядка 1,7 миллиардов долларов. Суммы большие, вполне сопоставимые с теми суммами, которые Китай получает от Всемирного банка. И вот на текущий момент Китай получил займов на общую сумму 36 миллиардов долларов и является вторым крупнейшим заемщиком этого банка после Индии. Ну, на этом слайде, если просто вам интересно, можно просмотреть, на какие нужды выделяются кредиты Азиатским банкам развития. Ну, главным образом, это на цели охраны окружающей среды, это вопросы урбанизации, вопросы городского строительства, вопросы образования. То есть, видно, что уже несколько акцент с инфраструктурных проектов здесь уже смещен. В целом, рассматривая участие Китая в многосторонних банках развития, можно выделить две такие очень важные вехи, на мой взгляд. Первая веха – это 2004-2005 года. Почему? Дело в том, что примерно к этому моменту Китай аккумулировал достаточно серьезные финансовые активы, которые он мог бы направлять уже на какие-то дополнительные нужды. Например, направлять на зарубежное инвестирование, направлять на помощь развитию развивающимся странам. Это также затронуло и то, что Китай именно с 2005 года начинает расширять свои функции кредитора в многосторонних банках развития. То есть, одновременно оставаясь крупным заемщиком, он в то же время выступает и в качестве кредитора. В чем это выражалось? Китай учреждает собственные фонды в многосторонних банках развития. В частности, был создан специальный фонд «Африка растет вместе», был создан специальный фонд «Китайский фонд регионального сотрудничества и снижения уровня бедности». Более того, Китай стал делать взносы в специальные льготные окна многосторонних банков развития. Что такое льготные окна? Это специальные структуры в рамках многосторонних банков развития, которые выделяют финансирование либо беспроцентное, либо под очень низкие проценты самым бедным странам мира. И вот в частности, например, в Азиатском банке развития такое льготное окно – это Азиатский фонд развития. В группе Всемирного банка – это Международная ассоциация развития, в Африканском банке развития – Африканский фонд развития. Китай наращивает те деньги, которые он выделяет. Этого раньше не было. Вторым поворотным моментом стал, конечно же, мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов. Дело в том, что этот кризис обнаружил слабость, с одной стороны, западных экономик, а с другой стороны, помог Китаю выйти на первое место. В 2010 году Китай становится впервые второй мировой экономикой, потеснив Японию. И фактически, по признанию многих экспертов, Китай фактически становится локомотивом мирового экономического развития. И, конечно же, это способствовало тому, что в Китае начинается переосмысление, переосмысление своей роли в мире, в мировой политике, в международной системе. И одним из направлений такого переосмысления было то, что Китай пытается, предпринимает попытки по переходу на новый уровень взаимодействия, в том числе с многосторонними банками развития. В первую очередь, попытки, усилия Китая были сфокусированы на чем? На том, чтобы расширить свою роль в многосторонних банках развития, прежде всего во Всемирном банке, то есть в традиционных банках. Дело в том, что на 2010 год Китай занимал всего лишь шестую позицию в списке стран, которые обладали наибольшими квотами и правом голоса в этих организациях. Вы представляете, вторая мировая экономика и только шестая позиция. И при сотрудничестве с другими развивающимися странами, в том числе со странами БРИКС, Китай начал оказывать давление на развитые страны с тем, чтобы был произведен достаточно сильный, серьезный пересмотр вот этих вот прав голоса и квот во Всемирном банке. Усилия Китая и стран БРИКС уменьшались успехом. Такой пересмотр был совершен, и Китай переместился шестой на третью позицию. Но Китай был не удовлетворен. Почему? Потому что все-таки вторая мировая экономика, а позиция только третья. То есть Китай рассчитывал как минимум на вторую позицию, во-первых. И Китай также рассчитывал на то, что Соединенные Штаты Америки потеряют право вето, которое они до сих пор имеют во Всемирном банке. Поэтому наступила некая разочарованность в Китае. И вот на фоне этой разочарованности Китай, вероятно, стал предпринимать усилия в другом направлении, а именно в направлении создания новых банков развития. Банков, которые будут контролироваться развивающимися странами. Но это то, что было сказано официально. И то, что, наверное, подразумевалось, банки, которые будут в большей степени контролироваться Китаем и отражать интересы Китая. И в этой связи создается новый банк развития BRICS. И Китай самостоятельно инициативно создает Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Это очень крупный многосторонний банк развития с составным капиталом 100 миллиардов долларов. Хотелось бы немножко подробнее уже напоследок остановиться на том, объяснить, почему же Китай решился на такой достаточно серьезный шаг, как создание новых банков развития. Это очень сложный шаг. Начиная с 90-х годов структура такого уровня не создавалась. И когда Китай, собственно, заявил об инициативе создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, многие страны мира, и, в принципе, многие эксперты выражали достаточно большой скепсис относительно того, удастся ли Китаю привлечь большое количество стран к этой инициативе. Китаю удалось. И эта структура достаточно успешно сейчас функционирует. Значит, первый момент. Во-первых, создание новых банков развития способствует повышению статуса и престижа Китая в мире. Более того, это подтверждает способность Китая играть роль мирового лидера. И самое главное, реализовывать масштабные проекты не только регионального масштаба, но и мирового масштаба. Вот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций на сегодняшний момент объединяет 80 стран мира. Изначально странами-подписантами было 57 стран, и буквально за полтора года 23 страны мира выразили интерес присоединиться к этой структуре. И среди стран-участников есть ведущие западные страны, такие как Германия, Франция, Великобритания, ну и целый ряд других стран. И вот по количеству стран-членов этот банк уступает только группе Всемирного банка и равновелик Африканскому банку развития. Других аналогов не существует, другие банки менее значимы по численности. Более того, по объему подписного капитала Азиатский банк инфраструктурных инвестиций тоже находится в числе лидеров и уступает только Европейскому инвестиционному банку, Международовому банку реконструкции и развития, Межамериканскому банку развития и Азиатскому банку развития. Следующий момент, который характеризует заинтересованность Китая в создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, это то, что это является по сути шагом, возможно, первым шагом в направлении создания новых институтов, которые будут под контрольных Китая. То есть создание так называемой дополняющей, может быть, альтернативной реальности. В этом институте у Китая сейчас доля голосов весьма велика. Это, посмотрите, это 28%. Ни у одной страны мира в любом другом многостороннем банке развития нет такой огромной доли голосов. Например, если мы говорим об Азиатском банке развития, то там доля голосов Китая и Японии порядка 15-16%. Та же ситуация сохраняется во Всемирном банке. То есть здесь Китаю удалось зарезервировать за собой такое большое право голоса. А в других структурах ключевых во Всемирном банке у Китая, видите, в процентном отношении доля голоса 5%, 2%, в Азиатском банке развития всего лишь тоже 5%. Следующий момент, который характеризует мотивацию Китая. Пекин рассчитывает, что в перспективе китайская национальная валюта юань будет выбрана в качестве инвестиционной валюты этих банков, что, соответственно, будет способствовать реализации важной для Китая задачи, это задачи интернационализации китайского юаня. Четвертый момент. Пекин также рассчитывает, что функционирование новых банков развития подтолкнет реализацию крупных объектов инфраструктуры в соответствующих странах. А учитывая известность Китая как крупного, скажем так, контрактора инфраструктурных проектов, Китай, конечно, рассчитывает на то, что вот эти вот объекты инфраструктуры, они будут реализовываться китайскими подрядчиками с китайскими материалами и так далее, и так далее. И, наконец, пятый момент. Это то, что создание банка способно содействовать региональной интеграции в Азии и направлять региональные интеграционные процессы в нужное для Китая русло. В заключение хотела бы сказать, что, как мне представляется, создание вот этих вот новых институтов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и нового банка развития по праву можно считать серьезной заявкой Китая на укрепление позиций Китая в мировой экономике и в целом в международной системе. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Яна Валерьевна. Благодарю вас. Мы полностью выбрали повестку нашего заседания.